Несмотря на то, что сегодня вот так получилось, что практически полупустое наше музыкальное училище, отсутствует руководство. Хотя афиша висела, и все знают прекрасно о том, что каждую неделю происходит такое очень важное мероприятие. Мероприятие, о котором говорит практически вся страна у нас, республика говорит. Президент с высокой трибуны говорит о том, что надо обращать внимание на нашу собственную музыкальную культуру, на профессиональное искусство, на народное искусство. Я очень благодарен Айде Алимне за то, что она внесла такой почин в это общее дело, что мы наконец-то начали этот цикл встреч, бесед, открытых уроков, как угодно называйте, посвященных деятелям культуры, являющимися не просто членами Союза композиторов Дагестана, но и действительно теми людьми, которые сыграли в свое время очень большую роль по тому, чтобы искусство Дагестана процветало, искусство Дагестана было узнаваемо, и что искусство Дагестана, оно далеко не, так сказать, в последнем ряду среди всех музыкальных известных республик. И поэтому мы должны знать, должны знать своих, как говорится, героев, в данном случае я не себя имею в виду, конечно, а имею в виду вот те встречи, которые еще вам предстоят, они будут довольно интересными, и с интересными людьми вы еще познакомитесь впереди, и поэтому я вот рад такой возможности сегодня пообщаться с вами. Многие, конечно, знают меня прекрасно, что тут рассказывать, почти вся аудитория занимается у меня по различным предметам, дисциплинам, мы говорим, беседуем, при любой возможности, вы знаете, те, кто занимаются у меня в классе, знают прекрасно, что мы стараемся всегда говорить о музыкальной культуре Дагестана, о творчестве, о народной музыке и так далее. Но мало, наверное, приходилось слушать музыку. Вот сегодня я бы хотел начать нашу сегодняшнюю беседу, встречу с музыкального номера. Мы специально подготовили для сегодняшнего мероприятия одно из сочинений из цикла, так и называется, «Три хора на стихи Ивана Бунина», которые я написал много лет тому назад по заказу одного из руководителей хора учебного заведения, это еще когда я в России работал до приезда в республику, на выпускной дипломный, значит, аттестационный экзамен. Поэтому это даже, я считаю, что очень символично, что сегодня наконец-то это произведение зазвучит в этом зале впервые, оно не звучало нигде, это, можно сказать, по сути, премьера сегодня. И хочу сказать, что мы это сделали очень быстро, в какой-то мере спонтанно даже, буквально за две-три репетиции, поэтому я прошу не судить строго нас, хотя я считаю, что за этот короткий период я заранее хочу выразить благодарность коллективу и, в частности, художественному руководителю хора Наталье Олеговне за такую оперативность и за профессионализм, который обычно профессионалы проявляются именно в таких исключительных ситуациях. Так что быстро, очень оперативно отреагировали, и вот, собственно говоря, что мы подготовили для вас. Спасибо. 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 Спасибо.